Это остается, это останется в снег, это останется на следующий год однозначно. Вот эти горы везде, на Чайковского горы, на проспекты Мира, там гора. Я хожу на Чайковского горы, здесь опять горы. Это вообще целая проблема. А жители потом, мы выходим и стоим как эти, глазами лупаем, сказать ничего не можем. Но зато же какая-то не может предусмотреть. Депутаты городского маслехата недовольны проводимым ремонтом дорог. Свои претензии народные избранники предъявили к подрядной организации «Ритм», которая ремонтирует проезжую часть на проспекте Бауржаном и Мушилы. Срок у нее подходит к концу, но благоустройство проспекта даже не начато. Вдоль дороги до сих пор лежат горы мусора. Кроме того, есть подозрения, что качество и основных работ хромает. У меня единственная претензия по этой Шима, не по всей дороге, а вот именно касаемо оттуда, чуть выше, от пересечения Абая-Ушимского. Вот оттуда выше, там по дороге, когда едешь, идет вибрация по всему кузову. И это не только мое мнение, это все водители. Ремонт полотна на проспекте Бауржаном и Мушилы начат в мае. По дорожной карте занятости 2020 на реализацию проекта выделено 715 миллионов тенге. Я вот Гаджиеву все говорю, с самого начала, он здесь не был никогда тротуара. Нужен, он нужен. Я говорю, хорошо, с этим что будем делать? Ничего страшного, люди обойдут. Дорогу на улице Чайковского делает тоже ТО «Ритм». По словам руководителя фирмы, допущены ошибки, результат погрешности в проекте, разработанном уже Кахан. Но депутаты считают, что виноваты обе стороны, и заказчик, и исполнитель. Я считаю, что в данном случае это совокупный результат деятельности. Если заказчик что-то не предусмотрел, подрядчика очень тяжело в чем-то обвинить. А когда уже, конечно, люди реально делают и не видят, что они делают, то здесь, конечно, это уже вина подрядчика. Если мы уровень асфальта повышаем выше, чем бордюр, и мы не видим. Если наклоны тех же технических тротуаров, которые явно по проекту не предусмотрены. Это, я считаю, что это уже беспечность подрядчика в исполнении своих работ. На средний ремонт дороги на улице Чайковского выделено 104 миллиона. Баснословные деньги дают депутатам основания требовать от подрядчика устранения всех недочетов. Естественно, это сейчас все ляжет на протокол. Естественно, мы отправим письмо прям напрямую Акиму города Тимиртау, чтобы в ЖКХ, естественно. Но я считаю, что если мы делаем, то мы должны делать все равно. Качественно надо делать до конца. Дорожный ремонт на Чайковского продлится до конца сентября. На проспекте Бауржаном и Мушилы до конца октября. Руководство отдела ЖКХ обещает, если подрядчик не устранит все замечания, его работа не будет принята и оплачена. Екатерина Чеснокова, Зура Эсмурзаева, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.